Ребята, всем привет! Сегодня у нас три посылочки с товарами для гаража. Давайте будем вскрывать, протестируем их как раз нахожусь в гараже. Нет смысла вскрывать эти товары дома, потому что их надо сразу испытать, посмотреть. Вот такие вот кернеры автоматические. Один большой, у единственного продавца есть такие большие кернеры. Один маленький. Маленькие есть практически у каждого продавца. Ссылка на товар будет, конечно же, в описании под этим видео. Сейчас мы их протестируем. Давайте посмотрим вторую посылку. Во второй посылке у нас приходит вот такая вот линейка для разметки. Сейчас сейчас сделаю одну конструкцию, и эта линейка, думаю, мне будет помогать. Вот так выглядит линейка. Длина 30 см. Опускаем фиксирующий винт, двигаем на нужную длину. Глубину. И делаем разметку. Вот таким вот образом. В этой же посылке к нам приехала вот такая вот алюминиевая коробочка. И в алюминиевой коробочке у нас находятся... Оп! Неправильно открыл. Вот такие сверла. Тоже протестируем сейчас их. Ну и третья коробочка. Три шестигранника. Думаю, эти шестиграники можно сразу выкидывать. Они не будут работать, будут сразу обходиться. И вот так упаковано. В каждом блистере на 18 см. Вот такая коронка. С пружинкой, чтобы там металл не застревал. Делать отверстие. На 45 см. 53 см. 50 см. Вот 53 см. Самое большое. Или, наверное, 18 см. Было самое маленькое. А нет, вот на 16 см. Самое маленькое. 26 см. 25 см. Ну, размеры вы можете посмотреть на странице продавца. Ссылка на товар будет в описании под этим роликом. Протестируем. Протестируем. Ну, не знаю. Давайте вот. Я не знаю, какой взять. Давайте вот на 25 возьмем и его протестируем. Удобно, что каждый в своем блистере лежит. На 25 коронка. Вот, видите. Можно выкрутить. Здесь пружинка. И если даже у вас сверлышко это обломалось, то вы можете его заменить. Как раз вот эти шестиграники в комплекте идут для того, чтобы поменять вот это вот сверло. Откручиваем. Вытаскиваем старое. Оставляем новое. Сверлим дальше. Ну, сейчас протестируем. Посмотрим, как эта коронка будет у нас резать. 25 мм. Отверстие. Давайте потестируем вот эти два автоматических кернера. Как видите, вот эти вот, как я уже сказал, у всех практически продается. Вот этот большой, здоровенный. Он продается только у одного продавца. Давайте посмотрим, как работает маленький кернер. Вот, абсолютно чистая поверхность. Относительно чистая. Толщина металла 10 мм. Из него я делаю сейчас гриндер. Давайте вот посмотрим. Написано, что закаленная сталь. И наконечники не будут тупиться. Ну, я сомневаюсь, честно говоря, сомневаюсь. Ну, вот есть что-то есть мелкое. Не знаю, хватит этого. Или не хватит для. Не знаю, видно вам, не видно. Надеюсь, будет видно. Не знаю, хватит ли это для того, чтобы начать сверлить. Может быть, это металл толстый. Давайте попробуем уголок. У меня есть уголочек. Вот маленький уголочек. Ну, относительно маленький. Стенка 4 мм. Ну, я бы сказал, очень мелко. Очень мелко. Керник. Давайте возьмем большой керник. И попробуем вот где-нибудь рядышком отверстие накернить. О, ну, этот уже лупит хорошо. Вот тут уже заметное отверстие. Да, этот лупит лучше. Ну, как бы, как бы, керник. Керник хорошо. Не знаю, есть ли смысл заказывать такие маленькие. В данном тесте он мне пока не нравится. Вот этот вот керник намного лучше. Давайте потестируем корончатое сверло. Возьмем самое большое. Самое большое у нас от 4 до 32. Для теста возьмем вот такой вот старый уголок. 7,61 мм. 7,60 мм. Ну, я думаю, это восьмерочка. Подгнившая. Подгнившая восьмерочка. Да, 8 мм. Толщина. И попробуем просверлить какое-нибудь отверстие. Конечно, такой толстый металл мы насквозь им не просверлим, потому что шаг сверла будет 5 мм. Так как металл восьмерка, насквозь мы его в один заход не просверлим. То есть, хода сверла нам не хватит просверлить его насквозь, потому что пойдет уже раззенковка отверстия уже следующим. Для смазки ВД-40. Друзья мои, я доволен. Отверстия сверлятся, проходят очень даже хорошо. Немножко придется зачистить с обратной стороны, но это не беда. Давайте посмотрим теперь на само сверло, что с ним происходило. Ну, я никаких задиров, видимых, не вижу. То есть, сверлышко на станке, конечно же, без скернения и всего прочего, просверлило металл восьмерку и начало его раззенковку, развертку. Очень даже неплохо. Годная вещь, рекомендую покупки. Пока мне нравится. И давайте, наверное, протестируем вот эту коронку, как я уже сказал, на 25 миллиметров. HSS, диаметр 25 миллиметров. Наверное, в этом же уголке и просверленном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обнаружилась такая вот интересная особенность этой коронки. Вроде как пружинка помогает нам не застревать вырезанному кольцу внутри коронки и толкает это колечко для снятия. Но глубина пропила 8,5 миллиметров. А так как эта пружинка сжимается, 8-миллиметровый металл мы не можем просверлить. Поэтому удаляем эту пружинку и пытаемся просверлить дальше. Ну что ж, друзья, вот так вот у нас получилось просверлить. Вот такая деталька остается. Вот отверстия получается. Я бы сказал очень даже неплохо. Очень неплохо. Давайте посмотрим коронку. Точнее не коронку, а отверстие, которая получилась у нас в коронке 25 миллиметров, да? Коронка 24,89 24,96 24,98 25 миллиметров. Вот такие, друзья, товары. Коронки нравятся, сверла нравятся, но, в принципе, не понравилось только вот этот вот маленький кернер. Ну, мне кажется, никчемная штука. Вот большой кернер это годная вещь. Все ссылки на товар в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете.